Доброе утро. Еще раз, коллеги, меня хорошо слышно? Так, значит, слышно. Семь, наш, коллеги, у нас инфекционные болезни кошек, триада. Вечем она называла триадой, потому что это инфекционные заболевания, которые по аптейнам преследуют, которые содержатся в активах, слава богу. Это аналитрохид, коллектив и анликопения. Поехали. Поехали. Это не способно вызвать заболевания организма страничкового животного, даже в небольших количествах. Практически все инфекционные заболевания у кошек представляют опасность для жизни питомцев. Просто в одних случаях животное может быть. ранее запущенные стати и даже выжить, что бывает очень-очень редко. А у людей погибают, говорим, на осте, или сверху кровотечения болезни. Римидрохид. 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 на картина, как может выглядеть ринотрофилика, то есть при поражении слизистого класса, носа. Источник, как я уже уже говорила, источник, он выделил эффект, которые являются больные и переболевшие кошки, которые являются носителями вируса в течение 8-9 месяцев после выздоровления. Вдыхательных путях кошек возбудитель обнаруживается в течение 50 дней. Возможно, было эффектное носительство. Вирус выделяется с нескольким секретом, с течением изглазных органов, с молоком, с мочой, с калом, с пермой. Путем предыдущей могут быть инфицированные воздух, корма, предметы ухода, транспортное средство, а также насекомые, люди, имеющие контакт с подненными животными. Естественных условиях, животные заражаются в основном аэроденом. Распространение болезней способствует пониженной рельсии обезьян организма, перекриванию или переохлаждению, неполноценное окормление и соответствующие условия содержания кошек. Это тоже относится к темам, когда в питомниках заводят, а или тоже наши любимые клиенты заводят по 20 кошек, по 30 кошек. Кошка живет скучно. В принципе, скучность является причиной не только заболевания такого заболевания, как нитрохит, но анализирус, панеликипиния, это заболевание выше. Инкубационный период составляет от 3 до 8 дней. Протекает острый подострый хронически. Обочный инфекционный нитрохит протекает в острой форме. Повышение температуры до 40 в течение до 3 дней. Конъективы, тренинг. Часто бывают обидные вновь течения из глаз, из носа, кашель, хрипота, а нередко и скопление к судатам водки, которые приводят к воде. Возможность и надеяния и образование мелких яз на верхней части языка. Сверхистика волочки носа, глотки, горта, нередко набухшие, отечные, частные, деперемированные. У воло животных появляется одышка, дышится в хротом и для невозможности дышать носом. Нездоровление ствает через 7-8 дней. При хроническом течении выступает оттанья кишечника, урожающаяся в запорах. Сверхистика облетает хроническую форму, не может регистрироваться у кошки гадан. Может осложняться в рамки, геммонии, сопровождаться язвами на коже, язвами пиротидами, расстройства центральной медной системы. Дрожание конечностей, манежные движения, беременную кожу, возможные выкидыши и раздельные в рамки обракода. Диагноз по клиническим симптомам и результаты лабораторных исследований. Диагноз дифференцирует от калицивируса и риовируса. Полное животное необходимо поместить в теплое помещение без признаков заболевания заболевших пособи переводят на высококалорийную диету в любом виде и в любом виде и в лекарственных препаратах назначают именно эмбиляторы антибиотики в широком спектакле действия. Диагноз назначаются с целью процесса размножения основной патогенной микрофлоры в зависимости с лихологическим органом дыхания и глаз. Сульфаринамидные препараты. При избежании антибиотиков реакций при приеме антибиотиков можно давать кошки антибиотическими препаратами. Подходные длинные преимущества назначают эмбиляторы и эмбиляторы. Приходим к следующему заболеванию. Это у нас калицивирус. Вирусные заболевания поражающие преимущества отдыхательные пути. Болезни подвержены когда-то старше 5-6 недель. Однако и у более молодых животных может встречаться возникновение инфекции. Проявляется в типичных случаях повышение температуры, конъюнктивитом, извинение инфлистов от того и наставу полостей. Хроматон. Больные кошки вирусы носители могут возбудить с освещением из ротовой и ницовой полости со связанным клетом, пекалием и мочой в течение нескольких месяцев. Поражение происходит элементарным путем при непосредственном контакте родина через одежду и предметы ухода. Болезнь чаще проявляется в холодное время года, на волю восприимчив молодняк возраст от 1 до 2 лет. Болезнь может протекать латентом, однако сочетание с другими дентами, бактериями, вирусами, калицивирусная инфекция может вызвать гибель более 80% кошек. При другом содержании болезнь может значительно распространяться и приобретать характер постоянных эпизиотических гибель запах. На картине у нас представлена калицивирусная язычка на носок. Очень часто люди работают тем, что из течения ядоса были, соответственно, вытирали, вот и разражение пошло. Привейра в 1957 году в остром выделил гурус кошек из пораженных легких. Экспериментально доказал, что его эвазивные свойства. Но еще такой интересный факт. Считается, что калицивирус заражает только семейство кошачьих. Однако подобные вирусы были выделены у собак свидетельными на венитаях. Первичный признак эффекции это лихорадка, носовые глазные стечения серьезного характера, чихание, угнетение, анарексия. Дозвые анализы экипинга могут проявляться одновременно с изобиднением из носа и глаз. Характерный признак инфекции виден сливаться, болезнь длится от 1 до 3 недели. Литальность достигает 30% и более. У котят развивается вирусная пневмония, характеризующаяся угнетением смешанной одышкой, очищенным дыханием и ненимой. Одновременно с пневмонией регистрируют лингии, трохи и бронхи. Смерть животного наступает через несколько дней, не предшествует вялость, амборта, ухудшение аппетита и диарея. При гематологических исследованиях выявляют лимфопению и снижение уровня гиболобилия на 25-30%. Вирус проникает элементарным путем через свину, глазную жидкость, выделение из носа, воздушно-капельным путем через общую посуду и лоток. Разборителем является вирус филии коронавируса, токсономия, токсиномия, мейство калицивиридов, рот калицивирус, кошка. Устойчивость вирус сравнительно устойчив к кровочной температуре и вне милин плажей 4-х филии хлороформы. Декабрштамм устойчив к высоким плажам. Декабрштамм активируется растворами хлорной и хлороамином. Сухой сведень сохраняется 2-3 дня, влажная до 10 дней. Давно сделано и в принципе как и рензархии, как и медокепенею. Поражение дыхательного системы мы уже видели на картинах. Сейчас у нас поражение ротовой полости соединениями. антикепенею. И в простонародии говорят кошачий чок. Это высококонтрадиозная преимущественно устопритекающая болезнь приводных семейств кошачьих. Вызывается возбудителем водобарловиру и сопровождается лихорадкой, ликопенией, гастронтеритом и поражением костного мозга. Болезнь сопровождается взвоживанием организма и быстро развивающейся общей интоксикацией, распространенной в многих странах вызывается вирусом антикепенефилини из группы половируса размером от 20 до 25 миллиметров. Данный вирус имеет антигенную ростозу с выделением вирусного антирита норов и вирусного антирита собака. Устойчив ПАЖ от 3 до 9 удерживает нагревание до 60 градусов в течение одного часа. На него не действует диетированный эфир, хлорофорум, пепсин, пепсин. Срок жизни вируса во внешней среде достигает одного года, в связи с чем он широко распространен в природе. Для заметки у коронавируса срок жизни во внешней среде намного меньше, если вы понимаете подводы, то не до месяца, не до трех. Не до меньше. Основным источником выражения и распространителями инфекции служат больные и переболевшие по лекопедине кошки. Хорошо выделяют возбудители в внешнюю среду стыкальными рвотными массами. Вывоз калии кошек проявляются одновременно спермино-клинические проявления пенекопедии. И ко второму и третьему унию от начала болезни содержание не вытекает максимум. Существует мнение, что во время работы пармовирус проникает также в верхние дыхательные пути кошки и далее выделяется внешней среде возбудительным путем. Возможно также трансфизм не сильный механизм заражения через кровососы сущих насекомых. Возможно изнутри утромного заражения. Инкубационный период для лица оттриода в течение появляется первое клиническое проявление болезни, выраженность которого зависит от возраста животного, степени протокенности возбудителя также иммунитета животного. При протекающей стадии температура быстро повышается до 41 и выше. Кошка отказывается от корма, появляется рвот, рвот на нос не имеет длинного желтый цвет, содержит слизь, иногда кровь. Моча кошек становится темно-желтой, колебаниями до светлого оранжевого, фекалии становятся жидкими, со зловомым запахом, часто с примесью крови и фибрина. В них содержится значительное число вирусов, слизистая оболочка ротовой полости кошек становится сухой, сеньошной. В основной болезни также присоединяются конъюнктивитивные линейки. Животные становятся унышенными, прячутся в укромные места. При лихорадке ищут прохладные места. Они лежат на животе, где проконят голову в одинок в конечности, либо сидят в горно вжисенном месте. Часто кошки сидят на миске с водой и не пьют ее. Это связано с обезвоживанием организма гайки с резким болезненным ощущением на животе. Пишечник расстреливается от газов шерсть становится туской, кожа сухой и галой. У старых кошек может возникнуть отек легких, сопровождающийся влажными хривыми. Кошки вне зависимости от возраста могут пасть в коны. У них возникнут судороги. В случае с острого течения по накопилению происходит незапная смерть кошки. При легком течении кошки испытывают только недомогание, а болезнь не является только при исследовании. Острая форма протекает от 1 до 10 дней. Болезнь весьма опасна. Среди котят смертность достигает 90%. Кошки, пережившие первые 3-4 дня обычно выздоравливают, но остаются вирусом носителем. Диагноз ставится на основание ранных ПЦР или ФАН. При общих глиническом исследовании крови отмечается снижение количества лейкоцитов лейкоцитов до 40000-40000 или в одном глиническом млн. Сможет также снижение нитрофилов. Лечение болезни является как симптоматическим, так и специфическим. Животным капельно-удривенное подкожно вводят изотонические сливые растворы глюкозы 5% в 1-2 раза в день. Кроме того, кошкам вводят спазмолитики, антибиотики, кишечные ассорбенты, обволакивающие то, что мы пасхолюдин и мобиль, прогеотики, автобактерии, препараты, активизирующие генопояс, витамин железо-содержащие препараты, полиевую кислоту, начаться в специальной диете. Препарат, усиливающий перистальтику, царукал, и на такой прогноз при диаре применять нельзя. Применение неномодуляторов не менее к клинической доказанной эффективности. При необходимости делается переливание крови здоровых вакцинированных котов. Чем раньше начато лечение, тем выше эффект, как обычно. лечение кожи продолжает до полного исчезновения от ненесенной картины. То есть, если, например, животное не дежурное и оно нет аппетита, то может случиться рецидив. Благодарю вас за внимание. Дмитрий и чековные вопросы. Дмитрий Спасибо. Кстати, если у беременной кошки беременная кошка выразит панитотепения и посчастливуюсь так, что родит котят, то еще есть такой фактор, как естественно, котята будут заражены и у них наблюдать раскоординирование. То есть, может облегаться мышц, подергивание головой. Со временем это может пройти. кошка может вести обычный образ жизни, но активность будет не такая высокая, как у здоровых кошек. Ну, если, конечно, не выгодит. так, какие-то вопросы у нас нет. Спасибо за внимание. До свидания, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok